Приветствуем вас на встрече с пешеходником. У нас не одно такое занятие в этом сезоне. Достаточно один раз побывать. И расскажем про устройство школы и разные оргвопросы. С первым заданием, по-моему, уже все удачно справились. Кого как зовут, понятно. Это хорошо. Так, вот эта картинка, если вдруг не слышно, но если нет таких проблем, то очень хорошо. Тогда можно и внимание не заострять. Бывает, в Zoom заходишь и с микрофоном что-то не то. Надо попробовать поиграться со стрелочкой, которая рядом с микрофоном. Или просто заново зайти. И бывает, что это и решает проблему. Ну, поскольку у нас знакомство, давайте по логике с меня начнем. Я и есть Бычкова Юля, которая писала вам все эти письма от имени пешеходника. Ну, наверняка вы уже много раз видели, что пешеходник представлен в основном страничкой ВКонтакте. В Телеграм тоже завели, будем постепенно развивать. И завели также сайт пешеходник. Он, к сожалению, отстает немножко, но будем стараться тоже там актуальную информацию выкладывать. И мы сегодня еще к нему не раз вернемся. Я инструктор спортивного туризма с 2015 года, если я ничего не путаю. Хожу в походы уже 33 года приблизительно. Спортивных походов насчитал 52. У меня не так уж много. У моих коллег, с которыми я работала раньше в Доме туризма, так называемом, в Бирилево, сейчас скажу подробнее, бывали, что и сотни походов. Так что, ну, нет, я не считаю, что я прям такой суперпупертурист. Насколько возможно, у меня эта деятельность активная. И примерно половина либо руководителем, либо инструктором школы половина этих походов была пройдена. Член маршрутно-квалификационной комиссии. Ну, если вы не знаете, мы еще расскажем, что такое маршрутно-квалификационная комиссия. Ну, условно, это опытные люди, которые дают свое экспертное заключение. Можете вы идти в поход или не можете. Ну, вернее, не условно, это так и есть. Она еще много чем занимается. Вот если в двух словах, то вот так. Ну, и с 2011 года я веду такие школы, как похожие на нынешний пешеходник, время от времени вебинары провожу, вот и тому подобное. Есть статья об инструкторах, и там можно о них прочитать подробнее. Я, слава богу, не одна веду пешеходник. Сейчас представлю еще коллег. Под флагом пешеходник эта школа сейчас начнется уже четвертый раз. Обалденный опыт, да, три года на рынке. Но это не значит, что этим все исчерпывается. Это, я имею в виду, три года провели, и сейчас начнем четвертый под флагом пешеходник. А на самом деле с 2011 года я вела так называемую школу инструкторов детско-иммерческого туризма. То есть, ну, это примерно то же самое, только считалось, что оно для школьных учителей. Ну, мы приглашали в основном школьных учителей, которые вводят в походы детей. Про это как раз есть рассказ на сайте пешеходник. Если любопытно, можете заглянуть. Ну, я вам пришлю эту презентацию, тут ссылки работающие, можете заглядывать. Ну, и вот суммарно я и мои друзья провели уже, не 11, сейчас 12 завершаем школу. Два раза нам доставался приз за лучшую школу туристской подготовки в Москве. Я его еще покажу потом. И эта школа посвящена тому, что мы учим в основном, мы настроены учить, как руководить, несложным походом. Ну, и для новичков-участников тоже это все подходит, потому что это школа базового уровня. Как правило, как раз новички идут именно в такой уровень. Вот, и мои коллеги описаны в статье об инструкторах школы, вот, с такой размытой, к сожалению, обложкой, это из похода по Крыму. Ну, конечно, не я одна всем этим занимаюсь, я только как главный организатор школы. Вот, ну, в настоящее время молодые ребята подключаются, Миша Абалихин, Катя Мерчек, Лиза Трельна и другие. Вот, и помогают организовывать тренировки и проводить походы. Ну, они тоже помогают уже, я могу с полным правом заявить, чтобы мы вместе это делаем. Вот, ну, и мои друзья-слушатели прошлых лет тоже, уже у кого-то опыт выше, чем у меня, у кого-то из них, вот, на тренировках вы их всех увидите. Я очень надеюсь. И время от времени приходят слушатели предыдущего года, ну, или уже трех предыдущих лет, так что, ну, на самом деле нас больше, возможно, на тренировках и больше людей увидите. Вот это все друзья и помощники в проведении школы. Вот, и давайте в двух словах о том, как устроена, собственно, школа пешеходного туризма. Ну, наверняка вы это видели в статье в сообществе, ну, в общих чертах я повторю. То есть там основные составляющие – занятия, тренировки и поход. Занятия, ну, в моем исполнении онлайн, не обязательно, конечно, занятия в школе проходят онлайн. Ну, у меня сейчас нет других возможностей, но это определенное удобство, да, читать лекцию онлайн, никуда ехать не надо. Можно пригласить людей издалека, это хорошо. Ну, здесь, я надеюсь, не надо ничего пояснять, что это такое. А также тренировки, а также поход. Вот, ну, тренировки, вы можете заглянуть в альбомы, там есть много фотографий, и написано, с какой они тренировки, и что там происходит. Тренировки, надеюсь, вы уже въехали, что это выходы в Подмосковье. Ну, или вот в лесопарке на территории Москвы. Вот эта фотография из Бицинского леса, например. Ну, то есть это вылазки на один-два дня. Ну, да, двухдневные, конечно, тоже проводим, потому что мы же походу готовимся. Все эти тренировки не просто так, они являются подготовкой к будущему многодневному походу. Соответственно, они бывают и на один день, и на два дня. Ну, все равно в этой системе, как бы, они называются тренировки. Вот эти вылазки на один-два дня по выходным, они называются тренировки. Ну, да, там не только отрабатывается вот поход как таковой, ну, как собрать рюкзак, как пройти маршрут, даже на два дня, как поставить палатку, как приготовить еду и так далее. Там отрабатываются разные навыки, которые, ну, в том числе, которые, не дай бог, пригодятся. Ну, или которые могут пригодиться на нашем маршруте. Вот навесная переправа – это сложный, например, прием. Он выходит за школу базового уровня, но было бы неплохо, если бы вы о нем имели представление, особенно будущий руководитель. Поэтому, ну, пусть один раз, но мы это показываем. Если удается, то и не один раз. Ну, и другие приемы веревочной техники. Ну, и, наконец, или на майские праздники, или летом, или, если получается, и тогда, и тогда, собираем группу и идем в поход. Вот. И, конечно, это самая главная составляющая, что мы идем в поход. Если бы мы не пошли вместе с вами в поход, ну, категорийный, на много дней, ну, как, на много, на несколько хотя бы дней, да, то это не было бы школой туристской подготовки. Это бы называлось как по-другому. В любой школе туристской подготовки обязательно есть учебный поход. Вот. Скажите, в общих чертах понятно устройство этого мероприятия? Какие занятия, когда и где? Ну, то есть, ну, онлайн – это онлайн, да, тренировки – это иногда в Подмосковье по выходным, и поход – это вот в специально выделенные сроки, обычно в мае или летом. Да, спасибо. Ну, я не могу себе позволить ничего другого, кроме как в мае или летом поход. Ну, например, там, в октябре поехать куда-нибудь на Кавказ, да, и сделать там поход. Я сама по себе репетитор по математике. Так теперь сложилось, да. Когда-то я работала лет 10 или 11, да, в учреждении, связанном с детским туризмом. Оно и называлось «Дом детского и мужского туризма» в Бирюлево, в Москве. Потом эта жизнь поменялась, государство решило, что там такой сотрудник не нужен. Ну, и сказали друг другу «До свидания». Увольли меня оттуда. Ну, в общем, так получилось, что после этого я репетитор по математике. Ну, я, собственно, давно этим занималась, но теперь вот… Теперь это моя основная работа, по сути. А в свободное от основной работы время вот преподаю спортивный туризм. Ну, поэтому, соответственно, вот на майских праздники я могу сделать перерыв, а на октябрь, например, не могу. То есть у меня этот поход привязан к маю или лету. Ну, вообще говоря, если так сложится, что кто-то из подготовленных руководителей готов провести поход, предположим, в октябре, и кто-то из слушателей будет этому раду присоединиться, то почему бы нет, это тоже может быть организовано. Но не факт, что это будет называться учебным походом. Ну, по крайней мере, это будет спортивным походом. В принципе, так бывает. Давайте, спасибо, что вы пишете, что все понятно. Мне сегодня обратная связь от вас тоже важна. Вы можете включать микрофон и говорить, и в чат писать тоже можете. Давайте вы теперь тоже расскажете в нескольких словах, кто вы, собственно, как нас нашли, откуда, чего ради вы ходите в походы. Вот тот вопрос, с которого я обычно начинаю устанавливать взаимопонимание. Если вы пришли в школу, вы, наверное, в поход тоже с нами хотите, скорее всего. А ради чего вы в походы вообще ходите? Что вы ищете в них? Расскажите, пожалуйста. Давайте. Видео тоже приветствуется. Вас будет видно очень хорошо. Давайте слушаем. Включайте звук, а то не слышно. Слышно сейчас, Юлия? Здравствуйте. Да, здрасте. Да, сейчас слышно. Но я не вижу видео, поэтому я его включила, но мне непонятно. Есть. Хорошо. Могу начать? Да. Коротко себе. Меня зовут Екатерина Раевская. Я из Твери. Походами никогда не увлекалась у нас. Не было такого никогда в школе, и никуда никто нас не водил. Но уже во взрослом возрасте поняла, что это интересно, что это некая свобода. Так получилось, что во время пандемии начала часто очень ходить с одним гидом в Старицкие пещеры. И это тоже такой мини-поход. И увлеклась этим всем, поняла, что это очень интересно. Меня тоже, кстати, уволили недавно. И решила посвятить какую-то часть жизни своему увлечению. И мне не хватает некой структуры. Я много чего умею делать, ну, как я думаю, на практике, какие-то элементарные вещи, но в голове нет четкого понимания, как это все структурировать. Возможно, это... Ну, и какие-то, может быть, очень важные штуки я тоже делать не умею. Мне захотелось получить информацию об этом и, в принципе, чему-то научиться. Так, немного сумбурно, но... Не, все понятно. Да, спасибо большое. Так, я сейчас попробую писать, оставлять то, что мы пишем. То, что вы говорите, как-то оставить по возможности. Да, ну, давайте, добавляйте, да. Нас не так много, слава богу, все можем поделиться. Александр, расскажите. Или Анастасия. Я не знаю, видео, не видел. Здравствуйте. Да, видно, слышно. Видно, слышно. Я тоже видео не вижу, к сожалению. Меня Анастасия зовут. Я из Москвы. Ну, в Москве я проживаю не всю жизнь. Выросла я в другом городе. И, в принципе, наверное, этот город ключевую роль в моих походах сыграл. Это брянские густые партизанские края. Мы очень много ходили в походы, начиная со школы. У нас были спортивные походы в школе. С родителями мы очень много выходили. Но это были какие походы? Такого одного дня. Вот, в принципе, мне кажется, я всю жизнь выросла в лесах. Хочется уже покорять горы. То есть леса уже неинтересны. Но, соответственно, я прекрасно понимаю, что горы ошибок не прощают. Даже самые маленькие. И этому нужно учиться. Как себя вести, что там делать. Сейчас на данный момент, да, вот про пандемию тоже говорили. Во время пандемии, наверное, какое-то затишье года на два было после пандемии. Но поняла, что мне все равно не хватает природы, не хватает также свободы. И я опять начала ходить. И ходим мы в основном с друзьями. У нас собралась такая команда небольшая энтузиастов, которые объединены общей идеей. Все мы офисные работники в основном. Организовываем мы все сами. То есть, ну, как бы все равно ведущие какие-то есть у нас. То есть, кто там за кухню отвечает, кто там за маршрут, за трек. То есть, все это как бы знакомо. Но хочется уже все-таки более профессиональный опыт получить. Не просто сами собрались и там кто чем делится, а именно профессиональный опыт. Вот. А школу я нашла на просторах интернета, естественно, потому что я периодически так присоединялась к каким-то клубам, где-то реклама вышла, вот, долго наблюдала и решила вот сейчас все-таки присоединиться. Да, спасибо большое, да. Да, это комплимент. Усилие продвижение. Спасибо. Меня нужно найти в интернете. Стараюсь. Ну, вот как-то, да, наткнулась. Потому что, ну, хочется уже расти в этом вопросе. То есть, не просто так бегать в лес, как говорится, отдыхать, а уже что-то профессиональное знание получать в общем-то. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, Александр, есть у вас микрофон? Да, 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 слушай меня. Да, да, слушай. Ну, в принципе, как я веду вам, да, Александр. Меня зовут, я из Москвы. Ходил по ходу различных со своей группы по горам. Ну, вот в этом году как бы сам отправился с супругой, да, в дуровом. То есть, понял, что знаний не хватает. А, да, да, я поняла, когда вы нас тут. Ну, я про школу узнал. Спасибо, да. Ну, я про школу. Ну, как я тебе сказал, надо сортурировать данные, да, знания, все разложить по полочкам. Как бы, что-то удается, что-то нет, но дополнительным знанием меньше нужно, обязательно. Немного чего-то где-то немного не хватило. Так, в целом, все прошло нормально, но знания нужны. Да, спасибо большое. Как ваш поход прошел? Я видела Александра как раз в этой самой маршрутной телевизионной комиссии. Он пришел выпускаться летом в поход. И мне посчастливилось рассматривать маршрут. И так и довелось рассказать, что и школу провожу. А маршрут был на Кольский полуостров, да? Да, да. Скажите, что прошли? Ну, прошли частично. Горы оказались довольно-таки серьезные. И без тропинок, без маркировок, без всего. И пришлось, конечно, маленько помучиться. Некоторые, конечно, знания были, но было тяжеловато. А так Минишку встретили. Все было интересно, замечательно. Много приключений было. 20 дней бродили по Терскому берегу. Все было хорошо. Погода повезло. Жена сказала, что больше она на юг не поедет. Обязательно что-то поделаем в море. Конечно, хорошо бродить там, где нет вообще людей, но тяжеловато. Понятно. Ну, да. Это, скорее всего, в любом случае в этом районе было бы тяжеловато. В том числе, потому что редко хужиной. Да, как-то так получилось, что вот именно вроде Кандалакша рядом, горы небольшие, но нехоженые. А так много чего было интересного и нехватка воды. Приходим на карте ручей река, она пересохла и непонятно до следующих километров 20 идти. В общем, опыта такого. Описания нигде не было. Сиделалось немного в этом отношении. Но хочется еще раз туда идти. Потому что много интересных моментов. И красиво природно, конечно. Найдешь все время вдоль Белого моря. Очень красиво. Да. Да, наверное, не сравнимо. Мало с чем сравнимо. Ну, север там вообще, да, такие пейзажи уникальные просто. Да. Не, ну, везде хорошо. И вот из Лавозерки-Пепина ходили. Тоже красота своя. И в Аркадзе своя красота. И Прибрусин. Везде есть что-то свое. Но вот как-то, особенно после этого похода севера я очень сильно влюбился. И грибы, ягоды, мишка, горы, песчаные пляжи. То есть, ну, все есть. И полный набор. Да, тундра, ну что ей, проживет. А мне надо бы, ну, хоть тресни, чтобы хоть раз в году мне в глаза взглянул северный к покойному. Если есть. Да. Очень поразили, конечно, приливы-отливы. В некоторых местах, то есть море отступает на 400, на 300. Даже вторая она там огромная. А где-то отдаляются песчаные пляжи огромные. То есть, ну, я такого никогда не видел. Для меня это было. Да. Что-то такое. Замечательно. Ну, теперь надо поднабраться знаний и дальше. Ну да. Да, и пойти дальше. Да, совершенно верно. Да, коллеги, спасибо вам большое. Это все ценно, что вы говорите. Ну, вот, я раньше проводила один раз такое занятие. Ну, или там максимум два уже в декабре-январе. И, соответственно, на них собиралось больше народа. Вот. И, ну, каждый как бы со своим видением. И, соответственно, этих слов бывало немножко больше. Вот примерно то, что писали ваши предшественники. Ну, я думаю, вы тоже прекрасно их поймете, что мы ходим в походы и ради этого. Да, конечно, это и красота. Конечно, это и пейзажи. Конечно, это и фотографии. Как же без этого, да? Конечно, это и новые люди. Да, да, да. Пишут, согласны. Спасибо. Да, и возможность посотрудничать с командой. Да, и возможность узнать, приобрести новые навыки. И отдохнуть психологически. И переосмыслить себя, и так далее, и так далее. Вот. И спортивный интерес тоже есть. Залезть на вершину, на перевалку. Поставить новые рекорды, проявить себя. Это все тоже ценно. Да, да. Какая для кого-то важна взаимосвязь со школьными предметами. Там, как кто-то водит школьников, географию ногами изучает. Это все тоже важно. У меня один раз в походе на Кольском полуострове, кстати, в Хибинах, был папа и юный геолог. Юный геолог окончил пятый класс тогда. Ну, и сейчас уже взрослый юноша. Тогда он был после пятого класса. Причем геолог был именно новым. В общем, это было настолько обалденно. Десятилетний геолог в походе. Ну, в общем, можно многое рассказывать на эту тему. Обычно первое, что говорят, зачем вы ходите в походы. А как иначе-то? Уже люди, которые в этом живут, они не понимают, как без этого. Уже своего рода болезнь. Ну, и я добавляла тоже то, что писали в чате. Например, в прошлом году, в этом году. Ну, пришлю это уже. Ваши же коллеги в сентябре тоже говорили. Ну, в основном те же самые идеи, что вы сейчас высказали. Я вам это все пришлю. И если хотите, можете почитать более внимательно. Ну, и для меня... Да, 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 про болезни это точно. Для меня, ну, пожалуй, на первом месте... Нет, на первом месте люди все-таки. Да, одинаково на первом месте красота и люди. Да, вот ради вот таких вещей, да, как в западном Саяне, например, Ергаке, вид на них. Да, ради таких вещей я согласна. Вести школу, там, уматываться целый год, готовиться, проявлять, делать все серьезно, вот и до, как полагается, там, и так далее. Да, да, терпеть дождь, снег и прочее в походе, чтобы вот подобные вещи, вот это Архис, например, да. Ну, Белое море, к сожалению, представлено, но так или иначе еще увидим. Ради этого не жалко терпеть походные трудности, да. Это кусочек похода по Алтаю, который, к сожалению, нам не удался в этом году. Но это, видимо, отдельная история. Разбирать ее когда-нибудь. Ну, да, видите, да, тем не менее, фотографии и то есть. Вот. Это наша Осетия в мае. Потрясающе совершенно. Вот, да, да, про болезнь это было очень. Точно, как только мы увидели вот эти снежные вершины, плавающие в море облаков, вот, я после этого заболела решительно и бесповоротно, и каждый май хочу опять в Осетию. Как будто, да, это с прошлого года, да, в прошлом году нам повезло лучше, чем позапрошлом с погодой. Вот, и вершины были более белые, сеющие на солнце. Вот, да, Казбек там тоже даже можно разглядеть. Вот, вот, вот здесь вот, да, двуглавый. Это Казбек. Да, даже так нам посчастливилось. Вот, но на самом деле, как показывает практика, сколько бы ни было дождей, туманов и чего-то неприятного, то все равно хоть какие-то кусочки красоты все равно есть. Все равно приходишь обалдевший и восторженный от того, что увидел красоту. Вот, ну и, кроме того, ценно, что, с моей точки зрения, очень ценно, что походы – это кусочек настоящей жизни, настоящей во всех отношениях, независимой от человеческого произвола. Ну и это особенно ценно для тех, кто в школьник входит. Ну, не знаю, насколько это к вам относится, но взрослые тоже это ценят. Если я буду внушать одиннадцатиклассникам, что надо готовиться к экзамену, а то вы плохо сдадите, там, двойку получите, да, ну, они это сами прекрасно знают, конечно. Мы прекрасно понимаем, и я, и они, что этот порядок придумали люди. Тот факт, что им надо идти сдавать экзамен, там, к чему-то там готовиться, что если они не напишут, они двойку получат. Ну, это все так, но это люди придумали, да. И даже если они выступают на соревнованиях, как-то плохо выступят и проиграют, ну, в конце концов, все правила тоже люди придумают. Вот, а если вы попали под дождь, не взяли накидку и промокли насквозь, да, это не потому, что люди придумали, что так происходит, да, это жизнь так устроена. Тут уже это, можно возражать сколько угодно, но ты прекрасно понимаешь, что ты сам плохо подготовился, не взял накидку и поэтому промок. Вот именно в этом смысле, у меня, например, ответственность испытали именно по ходу. Вот именно в этом смысле это все ценно. Ну, или вот в таких ситуациях, да, вот пока не окажешься в чем-то сложном, наверное, не будешь понимать, насколько действительно от твоих решений, от твоих действий, от твоей подготовки может зависеть, ну, как минимум комфорт, как максимум жизни и здоровья. И тебя, и товарища по группе. Ну, конечно, не ради того, чтобы в снег попасть на ходе, по ходу, это понятно. Ну, само по себе понимание, что этот мир объективный, это то, что создал Бог в широком смысле, а не то, что сочинили люди. Для меня это тоже ценно. Это из нашей же Осетии 2022, да, да, там такое тоже бывает. Ну, и наши знания и навыки, которые дает школа, конечно, в том числе и ради того, чтобы с такими вещами справляться. Ну, и все равно, я говорю, несмотря на непогоду, все равно красоты наши открываются, да, иногда в тумане, да. Это вот Хибин и Кольский полуостров. Да, это та же Осетия, только с облаков. Все равно не зря мы терпим даже погодные препятствия. Все равно горы нас вознаграждают красотой. Ну, и важнейшее с точки зрения именно школы, что практически все, что она дает, она дает в походе. Как ни удивительно. Ну, в походе и при подготовке к нему. Можно было бы добавить. Ну, подготовки бы не было, если бы не было похода. Вот. Особенно это важно для того, кто хочет руководить. Ну, понятно, да, пока сам не попадешь в такие вещи, вот в такие, да, вряд ли будешь хорошо понимать, как действовать в таких ситуациях. Ну, и, соответственно, если вы хотите взять этот курс более-менее в полноте, то пошли в поход. Причем, да, именно в тот поход, который будет у нас в рамках школы. Ну, конечно, любой другой поход – это тоже ценно, безусловно. Но, да, если он будет именно в рамках школы, то вот школа в основном в этом и заключается. Ну, вот так вот. Да, ну, можно еще добавить к этим замечательным картинкам, что на самом деле нигде так не проявятся твои друзья, и ты не увидишь их так глубоко, и они не будут для тебя настолько ценными друзьями, как вот после преодоления тех или иных суровых вещей в походе. А может быть, вы с этим тоже согласитесь. Ну, вот для меня это тоже важный момент, что не только горы увидишь в походе, но и людей увидишь. Ну, и, в общем, получается так, что школа – это, по сути, один такой большой проект под названием «Пойдемте в поход». И она учит именно через это. То есть даже не через лекции и не через тренировки. Ну, хотя это все тоже есть, безусловно. А именно вот через то, что мы с вами все вместе соберемся как бы в кучу и пойдем в поход. Вот так. Ну, так какой именно? Ну, вот заведем чат слушателей в ноябре, я думаю, и пригласим вас обязательно. Ну, и всех, кто записался, пригласим. И там и будем конкретно решать, какой поход и куда. Ну, опять же, пока напрашивается, что в мае, вероятнее всего, та же Осетия, там, возможно, Дагестан. Что-то в этом роде. Но я бы с удовольствием в Краснодарский край, конечно, пошла. Это больше вопрос политической обстановки. Вот. У меня есть вебинары, выложенные в группе, с рассказами о походах. Ну, вот один из них, например, тут тоже эта ссылка будет, где я рассказывала о походе в мае как раз по Осетии и летом по Арху. Так что, что, собственно, представляет собой поход, в который мы вас завел, вот, предлагаю посмотреть и составить представление. Вот. И у нас отчеты даже есть. Вот. В группе ВКонтакте открываешь, там есть понятие ссылки. Ссылки есть, наверное, в информации о группе. Нажимаешь на группе ВКонтакте, нажимаешь на информацию, там вылезают ссылки. Вот. И там среди ссылок есть отчеты о походах. Вот. И если открыть эту страницу с отчетами о походах, то тоже можно их все увидеть, почитать, получить о них представление. Ну, отчет – это большой такой научный труд. В один хотя бы взгляните. Это все действительно подробно. Можно хорошее представление о походе получить. Вот. И на этом же сайте «Пешеходник» есть так называемая «Копилка полезного». Вот. И там тоже отчеты собраны. Ну, вернее, ссылки на страницы. То есть тоже можете найти, почитать, получить представление. Ну, вообще, это ценно. Призываю вас как-нибудь взять себе какой-нибудь отчет для чтения и посмотреть, из чего он хотя бы состоит. Вот. Коллеги, понятно, о чем я говорю? Общий принцип. Организация школы. Скажите или напишите, да, или поставьте плюсик в чат, если все понятно. Да. Да, замечательно. Вот. И да, да, отлично. Вот. Ну, это тогда следующий вопрос. Ну, тоже вы сейчас или в общих чертах скажете, или можете пару слов в чат написать. Вот представьте себе, что мы сейчас соберем с вами группу из четырех человек, ну, или там, из нескольких, еще парочку знакомых, пригласим, чтобы нас было побольше. И вот, выбираем сроки, выбираем район, все, пойдемте в поход. Мы с вами. Ну, так как будто мы участники похода. Что нам нужно, чтобы отправиться в поход? Теперь перечислить что-нибудь. Ну, первое, что в голову приходит. Я понимаю, что тут всего много, но для тебя что-нибудь. Давайте. Вот. Да, хорошее настроение. Чудесно. Да. Да, с этого, наверное, начать. Маршрут, снаряжение и хорошее настроение. Знать на местности. Да, первое знакомство. Да, это прям первое. Да, знание местности, это прям первое. Да, информация о маршруте. Ну, так вот. то у меня, по-моему, это собрано. Тут тоже, да. Да, в общем, да, выбрать район, спланировать маршрут, составить там полностью план, график. Да, продумать снаряжение, еду, аптечку, там, да, продумать все, что мы возьмем, да. Ну, все это собрать, как бы, организовать группу и пойти в поход. Правильно, да? Да, важно, с кем идешь, да. То есть, ну, если бы мы тут сидели минут 10-15, это все называли, то вы бы, да, вы бы, да, да, и до этого подошли, да. То есть, образовать команду и тренироваться вместе. Да, то есть, очень важный момент, что надо готовиться вместе. Да, чтобы вот именно потому, что важно, с кем идешь, да, составить список всего нужного. Ну, действительно, вот ты дашь человеку список, гораздо больше вероятность, что он все возьмет по списку. Но все равно, если не было серьезного знакомства с этим участником, то еще, да, думать и гадать. А он, да, нормально все возьмет по списку снаряжения, которое ему дали, или как? Или он будет думать, там, что куртка от дождя, это вот первая попавшаяся ветровка из магазина, например? Да, к сожалению, так бывает. Вот. И один из важнейших моментов безопасности, это именно хорошее знакомство группы, да, между собой. Да, даже не предпоход, да, про предпоход сейчас скажу, да. Это хорошее знакомство этих людей между собой и подготовка вместе всей группы, и работа всей команды. То есть, чтобы это получилось, там, не 10 человек, ну, или сколько вас там, а чтобы получилась одна группа, одна команда. Вот. Это, ну, это важно во всех отношениях. И чтобы этот поход получился, и чтобы, не дай бог, чего произойдет, чтобы это были не 10 отдельных человек, а одна команда, тогда они с гораздо большим успехом справятся с трудностями. Ну, и просто, и для психологического комфорта тоже. Это, безусловно, это важный момент. Ну, да, трек, да, для психологических климат очень важен. Ну, да, да, вот пока вы вместе готовитесь, вы, у вас эта команда и хороший психологический климат, у вас это все и образуется. Да, предпоход, это замечательный совершенно сайт, он, ну, будем тоже с ним знакомиться, он позволяет чисто организационно упростить подготовку к походу. Вот. Но, конечно, полностью он это не заменит. То есть, ну, личное знакомство, это личное знакомство. от этого никуда не денешься. Потому что, будете ли вы договариваться через чат, или через предпоход, ну, это уже как, как получится. Вот. И вот, соответственно, все то, что будет у нас с вами в процессе школы, это и есть организация и подготовка похода и образование команды. команды. Вот. То есть, ну, для того, чтобы пойти в поход, чтобы хорошо познакомиться друг с другом, нам нужны тренировки, да, в том числе. Ну, что-то у меня плохо сегодня с рисованием. Ну, ладно. Вот. Вот. А чтобы проще было пойти на тренировку, сначала общаемся в зубе. Ну, участвовать в занятиях имеет смысл не только ради того, чтобы получить знания из этой лекции. Ну, хотя ради этого понятно, что тоже. Вот. Ну, и ради того, чтобы побеседовать друг с другом хоть немножко на этой встрече хотя бы в зубе. После этого, честное слово, немножко легче идти вместе в поход на два дня, ну, на тренировку на два дня, чем просто вот здрасте, здрасте, приходим на такую дистанцию метро и поехали. Ну, и, соответственно, тоже пока мы с вами будем договариваться про поход, брать билеты и собирать снаряжение и все такое прочее, да, вот как раз у нас и будет. Ну, во-первых, будет образовываться сама по себе команда, а во-вторых, вы будете из этого понимать, как, как, что организуется. Ну, то есть, на примере того, как мы с вами сделаем это вместе, очень много стрелочек, да, получилось, да, на примере того, как мы это сделаем вместе, подготовка по ходу, вы как раз и увидите, как это делается грамотно. Вот. Вдохновляющая перспектива? Коллеги, понятно, о чем я говорю? Да, да, спасибо. Вот, ну, вот, соответственно, откроем чат слушателей, ну, я просто не хочу сильно заранее, потому что сейчас еще особо не о чем будет там говорить, ближе к делу, там, в ноябре заведу чат слушателей, вас всех туда приглашу, и вот это все дело и начнется в чате слушателей. И это как бы основной компонент обучения. Это все и есть, как ни странно. То есть, даже не тот набор знаний, который будет на лекциях, а вот это вот все общение в чате с другими себе подобными, это и будет основной компонент обучения. Вот, ну, если вы хотите там конкретные, например, темы лекции, в общем, есть это, есть статьи в сообществе ВКонтакте, где это все описано, там есть закрепленный пост со ссылками на все статьи, да, да, есть сайт-пешеходник, который более-менее соответствует, ну, может, за какими-то мелкими деталями, за редкими исключениями соответствует этому всему. Вот мы, если вы туда не заглядывали, можете заглянуть и изучить. В том числе темы, которые нам предстоит изучить, тоже там в отдельную статью собраны. Да, она так называется, тема курса школы базового уровня, с такой вот обложечкой. И, соответственно, тоже можете в них заглянуть. Ну, вот, пример вот этих тем, да, какое брать снаряжение, какую брать аптечку, знаешь, знания по топографии, как планировать маршрут, да, естественно, как преодолевать препятствия, как действовать в нештатных ситуациях, например. То есть, как раз те знания систематические, которые вы и хотите получить. Да, согласны? Ну, конечно, это не все темы, это как бы основные. Ну, вот и, да, особенно, я думаю, не нуждается в комментариях тот момент, что все это нужно руководителю похода. Да, да, все это и даже больше, да, совершенно верно. Ну, там и есть больше. Я вам сейчас учебный план, кстати, покажу. Ну, участнику, на самом деле, тоже. Если вы хотите для начала пойти участникам в поход, в горы, то знать, как преодолевать препятствия, вам все равно надо. Да, и знать, как составляется раскладка, чтобы, если чего, если вдруг это руководитель поступит как-то недобросовестно, раскладку составит какую-то дурацкую, да, чтобы вы хотя бы это заметили. И обратили внимание, что что-то там не то. Ну, например. Ну, участнику, пожалуй, это все тоже может быть нужно. Так, и вот в этой статье про темы курса школы базового уровня приведен учебный план. Если хотите, вы в него можете заглянуть. Вот, на самом деле, этот документ достаточно условный. Вот, открылся на экране. Ребят, виден PDF на экране? Да, видно. Да, спасибо. Ну, он написан в соответствии с программой, из положения о подготовке, аттестации туристских кадров. То есть, есть на все вот эти школы, там, пешеходные, горные, базовый уровень, специализированный уровень, есть программа. Вот, в соответствии с ними этот учебный план и написан. Ну, тут, как бы, примерно приведено количество часов. Сколько, на каждую тему, сколько будет лекций, сколько будет практических занятий. Вот, и в учебно-тренировочном, походе тоже как бы считается, что мы вас учим. Ну, на самом деле, тут, ну, лекции я еще могу посчитать, часы, да. Сколько часов мы там будем на тренировке изучать туристские возможности родного края, но если мы это три раза сходим в двухдневный поход, то три раза там примерно по 24 часа два дня, да. Да, да, достаточно много часов мы будем изучать. Вряд ли те восемь, которые здесь стоят, на самом деле больше. Ну, то точно вряд ли это подается измерению, но на самом деле, вряд ли вас интересует, сколько именно часов будет на тренировке, да. Ну, если тренировка на день, это целый день, если тренировка на два дня, это как бы два дня, как бы это понятно, да. Вот, и еще более условно в походе. Вот, если мы идем в поход, то мы вас учим, ну, весь этот поход 24-7. Если весь поход как бы в целости, это учебное мероприятие, оно само по себе очень много чего нового дает. Ну, чисто формально считается, что несколько раз посреди маршрута мы должны остановиться и провести с вами занятия. Например, как ходить по склону. Ну, да, действительно, как только будет подходящий склон, если выяснится, что это все как-то забыли или плохо усвоили, как надо по нему спускаться или подниматься, да, то остановимся, еще раз выясним. Ну, на самом деле, если просто мы вся группа под руководством инструктора пройдет этот крутой склон, а инструктор будет смотреть, если чего, давать ценные указания, то, ну, это само по себе аналог занятия. Ну, так что вот, ну, кто хочет заглянить, конечно, в этот учебный план, не воспринимайте его слишком серьезно, не пытайтесь вычислить именно количество часов, особенно в походе. Можете просто поверить, что, ну, если это поход на 8 дней, это будет 8 дней интересного мероприятия и практически сплошная учеба. Примерно так. Вот. Вот. А если вы хотите просто узнать, из каких тем это все состоит, то лучше это статьки выгляните. Вот так. Так, ну, да, что поход в мае или лето, это я объявила. Вот, коллеги, понятно с этим? Да, понятно. Вроде да, отлично. Ну да. Вот. Ну и насчет осеннего семестра, то есть, ну, вот, поход в мае или летом, да, ну, чудесно. Поход сходили, этим же не заканчивается все. Это у нас, да, и, ну, договор с вами потом будем заключать на прохождение курса. Там написано, что это 7 учебных месяцев. То есть, осенью еще какая-то часть занятий у нас будет именно в сентябре, октябре, ноябре. Вот. И еще несколько тренировок будет тоже осенью. Вот. Еще надо будет написать отчет о походе. Вот. Еще очень возможно, что предложим какие-то вещи в качестве зачета. Ну, то есть, вы сами что-то делаете, и мы это оцениваем. Ну, естественно, это очень полезно. Например, есть стандартное задание маршрутную книжку заполнить. Вот. Один раз надо попробовать, да, что вам сказали правильно, насколько это правильно или неправильно. это уже тогда, когда на самом деле будете маршрутную книжку заполнять, будет гораздо легче. Вот. Ну, и подготовиться, сдать экзамены. Экзамен в устной форме билетов. Ну, на самом деле, совершенно не так страшно, как может показаться изначально. Ну, да, это все-таки большой объем теоретических знаний. вот это все выучить, систематизировать и сдать, это все ценно. Вот. На удивление, это самая полезная часть, пожалуй, курса, но не менее полезная. чем весенний семестр, прямо скажем. Вот. Потому что именно туда, именно на осень попадают такие тренировки, которые на весну не поставишь. Ну, потому что еще опыта нет. Нужен некий опыт и тренировок, и прохождения похода. Вот. только тогда я могу вас пригласить со скальной степки спускаться, например, попробовать. Ну, например. Вот. И отчет о походе то же самое. У меня были ситуации, что пока я не написала сама отчет о своем походе, какие-то вещи я плохо понимала. Собственные же тактические решения начинаешь лучше понимать именно в процессе того, как пишешь это все в отчете о походе. Ну, и для вас тоже вы пройдете учебный поход. Если вы же вашими усилиями напишите отчет, усилиями групп, то у вас знания хорошо систематизируются. Если экзамен сдадите, то тоже. Если вы в общих чертах будете представлять себе весь курс, да, у вас знания систематизируются благодаря этому. Вот. Вот так вот. Ну, и в итоге выдается удивительный совершенно документ под названием диплом об окончании школы базового уровня. Он выдается тем, кто пройдет это все, включая экзамен, включая именно поход с нами. Вот здесь походы с кем-то другим, они, конечно, тоже ценны, но они не могут считаться учебным походом в рамках именно этой школы. Ну, и, соответственно, диплом не может быть выдан. Вот. Там в этой статье тоже образец приведен. Вот. И там именно есть фраза в этом дипломе, что слушатель участвовал в учебно-тренировочном походе таком-то, таком-то, таком-то. Ну, на самом деле ситуации бывают разные. По тем или иным причинам бывает, что слушатели не попадают именно в наш поход, но удается сходить в походы с кем-то еще. Ну, или есть собственный опыт походов. Предположим, вот Александр пришел уже с опытом. Тогда все равно можно прослушать школу, все равно можно сдать экзамен. Ну, если вы не попали в наш поход, но попали на наши тренировки, ну, так или иначе, это тоже немалая часть знаний вам достанется, в том числе практически. Вот. И, пожалуйста, приходите сдавать экзамен. Единственное, что не диплом, а справка будет написана на этом документе. Надо назвать справка о сдаче экзаменов экзамена за курс школы базового уровня. На самом деле не переживайте, юридическая сила абсолютно одинаковая, что у диплома, что у такой справки. То есть тут, ну, тут ключевой, это вот уровень. То есть, ну, за школу базового уровня, ну, это документ за школу базового уровня. Ну, называется он справкой. Ну, ладно. Если там написана справка, ну, вот, вышестоящие организации понимают, что, возможно, человек не слушал в школу полностью. Ну, если что, я про вас им скажу, что это вы слушали в школу полностью, причем мою. Это будет высоко оценено. А что не диплом, а справка, но только потому, что в другой поход попали. Вот, а так, во всем остальном, как бы, эта справка дает ровно те же, да, 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 что и диплом. Да, в поход тоже хочешь сходить с собственными людьми, совершенно верно. Да, поход ценен вовсе не только тем, что он дает диплом, но еще и тем, что, да, что это общение с собственными людьми и куча навыков. Ну, вот, я говорю для примера, как бы, ну, если все-таки, там, мало ли, как что сложится, да, если будет документ с названием справка, то сильно не переживайте. У меня, например, тоже справка за школу специализированного урока. Ничего, как бы, мне это не помешало. Стать инструктором спортивного туризма мне это не помешало. На самом деле, этот диплом мало кому нужен, к сожалению. Ну, если только в соцсетях выложить. Да, вот для этого, да, пожалуй, документ со словом диплом, пожалуй, ценнее. В нем написано, что вы в процессе обучения получили знания и навыки участника и руководителя спортивных походов первой и второй категории сложности. То есть, кто вы будете после прохождения школы? Участник и руководитель спортивных походов первой и второй категории сложности. Это здорово, да? Никакой там не гид-проводник, никакой не инструктор. Инструктором можно стать, но не по итогам школы. Особенно базового уровня. Это я потом отдельно расскажу. Инструктор – это вроде меня, это тот, который школу проводит. Это не тот, который вводит группу. Здесь речь не про это. То есть, эта школа туристической подготовки – это как бы кружок для взрослых. Вот вы ходили в этот кружок, вам сказали, что вы молодцы, вы теперь можете быть участником и даже руководителем спортивных походов первой и второй категории сложности. Вот так вот. Кто на это посмотрит, и скажет, что, ах, как здорово. Давайте я теперь возьму вас на такую-то работу. Не, не знаю. Мне еще никто так не сказал. Нет, с этим дипломом возьмут в школу специализированного уровня. Это во-первых. Ну, на самом деле, возьмут, пожалуй, возьмут и без него, если у вас есть опыт соответствующий походов. Вот. И с этим дипломом вы можете получить удостоверение под названием организатор спортивного туризма. Ну, возможно, тоже где-то это будет играть роль для вас. Но это тоже так же, как диплом в соцсетях. Вот. Ну, то есть, это не какая-то профессия. Это просто вот участник и руководитель походов первой и второй категории сложности. Да, да, федерации при заявке похода да, может и посмотрят. А там больше на справке похода посмотрят. Вот. Скажите, надо ли пояснять, что такое поход первой и второй категории сложности? Или вы прекрасно в курсе? Вот. Если надо, есть статья вот с такой обложкой, и вы посмотрите это подробнее. Да. Поставьте в чатик плюс или минус, знаете. Да. Да. А, нет, в смысле не надо пояснять, да. Напишите нет, если не надо подробно объяснять. Я понимаю, что такое. То есть у меня теории нет практически никакой. Ну, да. Не, не надо объяснять. Понятно, да. Ну, в общем, я говорю, кому надо, там вот статья есть, там написано. Вот. Ну, в среднем, как бы, в общих чертах единичка это поход не меньше, чем 100 километров, не меньше, чем 6 дней, ну, и какие-то не очень сложные препятствия там должны быть. Ну, у меня есть это и табличка в статье, в общем, это все можно найти. Вот. Ну, то есть, по сути, первая и вторая категории сложности, это не особо сложный поход, слава богу. вот, но уже достаточно интересные для новичков. То есть, вот, вводить неизвестно откуда собранные группы, ну, наверное, ни в какие более сложные, наверное, не надо вообще-то. Вот. Возможно, вопрос, и чего, а я хочу группу вводить, да, и чего мне с этим дипломом делать, да, это вопрос, а какие группы вы хотите вводить и в каком режиме, да. Если вы просто хотите собрать друзей и знакомых и куда-то пойти, то, конечно, сможете. Тот, кто ведет группу, он называется руководитель. Вот. И я в дальнейшем в лекциях все равно его буду называть руководителем. Ну, может, в коммерческом туризме он и называется гид, например, или инструктор, ну, или еще там каким-то похожим словом. Но чисто в организационном плане в походе есть руководитель, есть участник. Тот, кто ведет группу, ну, здесь и далее у меня будет называться руководитель. Ну, соответственно, все навыки, необходимые для этого, в рамках школы вы получите. Если вам нужен документ, показывающий, что вы способны быть руководителем похода, каким документом подтверждается туристский опыт? Известно вам? Ну, Александру, например, известно, да? Справка о походе. Справка о походе, совершенно верно, да. То есть, если у вас будет нужное количество справок о походе, нужной категории сложности, то, пожалуйста, вот этого достаточно, чтобы все поверили, что у вас есть опыт, достаточный для руководства туристской группы. Вот такого характера справка, которую выдала Федерация спортивного туризма, ну, или Москвы, или там, другого региона. Ну, тут на бланке написано, что Российская Федерация, ну, по факту, выдает маршрутная коллекционная комиссия к Федерации спортивного туризма какого-то региона. Да, вот именно эти справки являются справками об опыте. Их, кстати, да, я вот член этой самой маршрутной коллекционной комиссии Москвы, одной из тех, которая выдает такие справки, да, я вам могу сказать, что их так просто не подделаешь, кстати говоря. Вот этот вот штампик, там, шифр, вот здесь каждая цифра имеет свое значение. Ну, если что, это все можно проверить, по крайней мере. Вот, вот это, соответственно, на уровне просто походов для друзей, мы в том числе заявляемых в маршрутно-комиссионной комиссии и в рамках спортивного туризма, чтобы получить справки, чтобы получить подтвержденный опыт, чтобы получить разряд потом спортивный, вот, вполне достаточно и знаний, и, ну, и даже не диплома за школу, а именно справок об походе. То есть, в этом плане у вас документов будет вполне достаточно. Вот, ну, подробнее, вот, у меня есть лекции и об устройстве спортивного туризма, и о маршрутной коллекционной комиссии, и о том, какие справки нужны. Вот, ну, вот здесь даже ссылки есть на них, и хотите, если хотите, вы их можете посмотреть даже до того, как начнется, собственно, курс. Ну, и когда начнется, если будет надо, мы еще раз расскажем. Вот. А, тогда это все-все по ссылкам, да? Вот, а если вас интересуют группы коммерческие, то есть, если суть в том, что вы хотите на этом деньги получать, то, знать не знаю, как бы я этим вещами не занимаюсь. Тогда спросите у государства, кому и сколько вы должны отстегнуть, и в каком режиме, чтобы оно так и быть согласилось и разрешило вам заниматься этим видом деятельности и получать за это деньги. Ну, этот порядок может меняться. Ну, вероятно, нужна профессия гид-проводника или инструктор-проводника, как он называется. Вот, вот в этой же первой лекции курса тоже об этом немножко говорится. Вот. то есть, к сожалению, государство, насколько я понимаю, в основном интересует, отстегнули вы ему или нет какую-то сумму, чтобы получить право зарабатывать деньги на этом деятельности, а не то, насколько вы готовы, по сути, к такой работе. к сожалению, есть некое количество курсов чисто онлайн. Ты проходишь курс онлайн и получаешь удостоверение инструктора-проводника по туризму. Это бред, правда, да? Как ни странно, в природе это есть. Так что, ну, на самом деле, вот на курс школы я вас приглашаю не ради того, чтобы получить ту или иную бумажку, ну, хотя и, да, все те бумажки, которые мы можем выдать, конечно, мы вам выдать, вот, но именно в первую очередь ради того, чтобы знания получить. Ну, я так понимаю, ради этого вы, собственно, и пришли. Ну, в любом случае, если вы получите необходимые знания из курса школы туристской подготовки, а потом уже пойдете получать профессию инструктора-проводника, в любом случае, это будет существенно легче, чем если вы сразу туда пойдете с нуля. Вот, примерно такие дела. Ну, вот, рассказал я насчет вождения группы, да, вот, да, если вдруг кому-то вот, нужна именно эта вещь, ну, вот, загляните сначала вот в эту первую лекцию, там об этом что-то есть. Соответственно, ну, я как максимум я могу скинуть ссылку на группу организации, которая готовит инструкторов-проводников. В Краснодарском крае есть, туда приезжаешь и проходишь школу очень какое-то время. и судя по моих страницах, судя по отзывам, это все серьезно. Это не какой-то курс онлайн, слава богу, совершенно серьезное обучение. Ну, можете посмотреть, как у них это все организовано, у них это все стоит заметно дороже, чем у меня. ну, как бы, понятно, да, потому что я не даю это как профессию, просто как на уровне хобби, типа того, а не дают уже как профессию. Возможно, там тоже на оставшиеся ваши вопросы дадут ответ. Вот. Ну, и, короче, вот это, в закрепленном посте группы пешеходник есть ссылки на на те или иные статьи на разные темы, в том числе про преимущества школы, в том числе там написано, какие еще бывают школы, ну, это все школы туристской подготовки в разных рамках. Ну, кстати, они отличаются тем, что они проходят по программам, утвержденным Федерацией спортивного туризма. То есть, на Федерации спортивного туризма, наверное, сидят люди, которые в туризме что-то понимают. Они просто программу не утвердят. Ну, они и написали ее осмысленно, да, ну, и вот каждый раз вот учебный план подобный тому, который я показывал, там, и расписание занятий, на каждый год я им приношу заново и даю на утверждение. Просто так они не утвердят, конечно. Вот, а кто именно учит инструкторов, проводников, и насколько это согласуется с принципами Федерации спортивного туризма, ну, честно говоря, я не знаю, и что есть и толковые. Те, которые учат хорошо. Ну, если школа согласована с Федерацией спортивного туризма, то вот, ну, как бы, должны быть все гарантии, что ее проводят эти столы инструктор, там что-то, там все как бы соответствует программе, что в принципе должно быть все хорошо. по факту, да, по факту, конечно, это уже как зависит от конкретного преподавателя, кто как это преподносит. Ну, да, известные школы, они хорошие. Ну, они бывают разного уровня, там, они бывают в разных клубах, у каждого свои особенности, но в принципе они хорошие. Вот, что именно особенного у меня по сравнению с другими, вот, там тоже написано. Вот этот вот приз Левитина, кубок имени Левитина, это приз за лучшую школу туристской подготовки в Москве. Мне он доставался два раза. Один раз, когда это была школа инструкторов детского и мирового туризма, и один раз уже вот под флагом пешеходник. Ну, это не значит, что все остальные школы плохие, хорошие школы очень много, вообще школы в Москве десятки, и очень много из них хороших. То есть, остальные тоже хорошие, как бы он все время был переходящим. Но плохой школе его не дают. Это точно. Если наградили таким призом, значит, что-то школа действительно стоящая. И на... Ну, теперь он действительно стал... А, раньше он был переходящим, а теперь он стал так же, как и другие призы, которые там раз в год вручают тем или иным группам за какие-то достижения. Он будет каждый год новый. У меня один такой кубок оставили на вечное хранение. И теперь следующим лучшим школам дадут следующий красивый кубок. Ну, вот я считаю, основное отличие именно моего пешеходника от других школ туристской подготовки, что я за уже 12 лет опыта преподавания действительно навострилась давать хороший курс, который нужен именно будущим руководителям походов. Я знаю, как огромный материал, огромный по содержанию материал впихнуть в ваши головы с нуля. Причем так, чтобы вы это все поняли и усвоили. А не просто так «Здрасте, вот вам куча информации, разбирайтесь, как хотите». На удивление, не все этим отличаются. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Ну, тоже, можно, конечно, по-разному оценивать, когда прослушаете, тогда скажете, как вам это понравится. Ну, в принципе, насколько мне удавалось сравнить мои подходы с другими, я могу утверждать, что, пожалуй, у меня лучше. И слушатели примерно то же самое говорят. Ну, у меня вид отзывов там есть тоже. Вот. Что касается стоимости, тоже есть соответствующая статья. Наверное, вы тоже это видели. Значит, новшество по сравнению с предыдущими годами состоит в том, что прежде чем собрать вас в чат слушателей, я возьму небольшой взнос и соберу вас не в конце января, а уже в начале декабря. тогда у нас будет два месяца по сути за этот небольшой взнос. Почему я это делаю? Потому что в прошлом году была такая ситуация, что в чат слушателей начали добавляться все на свете. В том числе те, которые совершенно не хотели быть слушателями школы, а просто ради того, чтобы пообщаться. Ради того, чтобы пообщаться, извините, есть ветки обсуждений ВКонтакте, пожалуйста, общайтесь. Ни от кого это не скрыто. У меня чат слушателей, он именно для слушателей, для решения вопросов. Все остальные, которые учиться не собираются, они мне там не нужны. Ну и вам тоже. Поэтому кто хочет учиться, вносит взнос и зачисляется в чат. И начинаем учиться. За эти два месяца, пожалуй, не каждую неделю, раз в неделю будем проводить лекции, потому что там Новый год, большая занятость. Два-три раза, наверное, проведем живые лекции, и будут даны еще лекции в записи. Заодно будет хотя бы два месяца, хотя бы какое-то время их посмотреть. И поскольку мы соберемся в чат, мы уже сможем общаться и сочинять планы на поход. И, наверное, уже будет более понятно с моими молодыми помощниками, когда они, в какое время, на сколько, на какую категорию сложности они готовы. И, соответственно, что мы вам можем предложить. Потому что сейчас, ну и вообще жизнь немножко непонятная. Сейчас, к сожалению, они не очень готовы это сказать. поэтому немножко ждем. Ну и дальше к концу января, тем более мы с вами успеем познакомиться, чтобы не было такой ситуации, что вы платите неизвестно кому, к сожалению, мошенники тоже бывают. Это я вам потом еще отдельно расскажу. К концу января надо выбрать, готовы ли вы учиться дальше и, соответственно, выбрать какой-то вариант оплаты. Либо платить каждый месяц, ну да, там получается семь учебных месяцев. либо купить условно половину курса, это называется начальный курс, это до майского похода. Ну по сути это курс школы начального уровня, то есть это будет опыт ПВД. Ну либо купить сразу все. Ну соответственно у кого сразу все, то это дешевле суммарно. Ну вот дальше у меня посчитано там какие будут суммы в расчете на месяц тоже. Соответственно сможете выбрать нужный вариант. Сразу говорю, что это не про вас, у вас будет меньше, потому что там дальше отдельно говорится про скидки. Это все тоже посмотрите обязательно. Там еще ссылка на табличку, где все посчитано с учетом скидок. Кто записался раньше, скидка, ну если летом, то 20%, если в октябре, то 15%. Если вы кого-нибудь приведете, то скидка еще добавляется. Если вы оплатите не в конце января, не в начале февраля, а раньше, то скидка еще добавляется. Ну и школьным учителям сразу большая скидка в размере третьей стоимости, с студентом в размере две трети стоимости. Ну и я все-таки хочу, чтобы этот курс был доступен для желающих, в том числе для студентов. И кто готов помогать, ну например, быть на уровне профессионального фотолога, помогать делать фотографии, и куда надо их выкладывать в течение обучения. Ну например, у меня еще там много направлений, где можно помочь. Мы с вами договоримся отдельно, ориентировочно, что курс за полцены. Ну тогда надо договориться и убедиться, что действительно вы готовы помогать. Ну то есть, короче, вот куча вариантов скидок у меня есть. Они все представлены в таблице, можете туда заглянуть. Вот в пределах 30 лет можно скидить и просуммировать. Ну-ка, кто и раньше записался и еще привел друга, еще готов помочь, например, вот эта скидка будет достаточно большая. Ну, например, если у вас, например, уже скидка 20% точно есть, потому что, ну и заранее записались еще участники встречи. Ну, соответственно, вот можете на эти цифры посмотреть. Сразу весь курс получается 23 тысячи рублей. На инструктора проводника там порядка 70 тысяч рублей стоит курс, который дает профессию. ну-ка, как бы и понятно, почему это дороже. Просто, да, для сравнения, что это у меня не так много. Ну, если еще больше скидка, то, соответственно, и меньше стоимость. Школьному учителю весь курс еще немножко меньше получается. Но студенту весь курс получается 10 тысяч с чем-то за треть стоимости. Ну, в общем, вы выберете ваш вариант потом. Ну, опять же, это все будет не сейчас. То есть вы эту плату будете вносить где-то в январе. Или даже, ну, или в конце января, начале февраля, или в течение января. Уже, чтобы была возможность познакомиться и установить непосредственные отношения, чтобы было ясно, куда платить. Ну, у меня нет никого гид-курса пока еще. Не такое количество слушателей, чтобы помещать курс туда. Поэтому, как бы, все на личных отношениях. Для сравнения, что у Красного Креста курс по первой помощи на два дня стоит 4400 рублей. Ну, в сентябре, по крайней мере, так было. Не знаю, может, сейчас даже больше. Ну, по сравнению с моей стоимостью месяца, ну, это для студента, для педагога, например, пожалуй, получается, что у меня стоимость месяца не так уж велика. Пожалуй, за месяц курса туристской подготовки дается не меньше, чем на курс первой помощи за два дня. Курс первой помощи у нас с вами тоже будет. Ну, к сожалению, не такой полномасштабный, например, как у Красного Креста, потому что на один день я обычно провожу. Ну, тем не менее, почти все, что есть у Красного Креста, тем не менее, туда войдет. Вот. Ну, отдельно отмечу, что поход при этом отдельно облачивается. Тавтология, да? В общем, тот факт, что мы идем в поход, это мы отдельно скидываемся на поход. Собственно, как и бывает в спортивной группе. Ну, и в этом участвуют и инструкторы, и слушатели, ну, и руководители похода, если это тоже человек из числа инструкторов школы. то, в общем, они все вносят все необходимые затраты, которые нужны на поход. Например, каждый свой билет покупает. Каждый покупает те или иные продукты, потом это все усредняется. Кто потратил меньше, переводит часть денег к тому, кто потратил больше. Ну, так всегда бывает в спортивных группах. Я хочу, чтобы вы этот принцип тоже увидели и поняли. Вот. Ну, это тоже суть в том, что у меня в рамках школы вы платите за преподавание, а не за тот факт, что вас взяли в поход. Ну, это не коммерческий поход. Это коммерческое обучение получается. Вот. Такие вот дела. Вот. Коллеги, понятно по части стоимости? Да, все понятно. Да, замечательно, да. Ну, в общем, если вопросы остаются, вы всегда их мне можете написать. Вот. Ну, да, не исправила, что в ноябре. Вот. Ну, соответственно, в ноябре еще проведу вебинары и тоже вас на них приглашу. И открою чат слушателей. Это тоже, как только открою, вам информация об этом придет. Ну, чат слушателей в Телеграме. Если нет Телеграма, заводите. Ну, там удобнее пересылать просто лекции. Так что, вот, готовьтесь, скоро это все будет. Вот. Если хотите кучу лекций в записи уже сейчас, вот, предложение для тех, кто пришел на встречу онлайн, ну, или посмотрит в записи, но в ближайшее время, у меня за прошлые годы, естественно, собран уже полный курс лекций в записи. Ну, вы, наверное, поняли, что курс школы это гораздо больше, чем набор лекций в записи, но тем не менее набор лекций в записи тоже есть на все возможные разные темы, которые есть в рамках этого курса. По цене одного месяца со скидкой 20%, которая у вас уже точно есть, предлагается весь этот набор лекций за год. Кому интересно, напишите мне, я вам это все по итогам оплаты я вам это предоставлю. Ну, давайте это будет где-то неделю действовать до окончания ММБ в следующие выходные до 29 октября включить. Кто со мной свяжется на эту тему, ради бога. Ну, мало ли, чего ждать до ноября, если интересно уже сейчас начать осваивать. Пожалуйста, посмотрите уже сейчас. Ну, какие-то лекции будут новые, значительная часть лекций будет новая, но какие-то можно посмотреть уже имеющиеся, почему бы нет. Если вы считаете, что много, за вступительный взнос дам доступ на какое-то ограниченное время. За пару дней вы можете любую лекцию найти и скачать и посмотреть. Пожалуйста. Это будет страница с сайта Пешеходник. На сайте Пешеходник часть лекций есть бесплатно. Если вы туда заглянете в копилку полезного, там есть отчеты и есть лекции в записи. За это не надо ничего платить, можете просто заглянуть и посмотреть. А кроме копилки полезного, там еще есть вот этот раздел слушателям. Вот там лекции в записи. Они так просто не открываются. Вот это все я вам и готов отдать за цену одного месяца курса со скидкой. Так что имейте в виду. Предложение для тех, кто слушает, не просто смотрит, а еще и внимательно слушает, какую-нибудь одну лекцию, если вы ее не найдете среди бесплатных, какую-нибудь одну лекцию пожалуйста тоже пришлю просто так. Только напишите какую, на какую тему. Пожалуйста, это тоже есть. Ну и в ближайшей перспективе проведу следующий вебинар уже в ноябре, может и парочку, и вам тоже письма на эту тему придут. Приглашаем вас. Так, давайте какие вопросы остались, давайте обсудим. Спасибо, что вы так внимательно слушаете. С удовольствием отвечу на вопросы. В принципе, нет. Да, все рассказали, да. Ну, отлично, да. вот то, что вы мне сбросили лекции, когда перед тем, как мне пойти, в принципе, мне помогло много. трудно. Ну да. Особенно там по медицине, да, то, что вот мы с вами про газ говорили, да, да, спасибо, да. У меня и то, получается, не расходят, то есть вы были правы, что жидбойлы еще меньше, ну, а я бы так намного больше бы сделал. Ну да, да, есть лекции по снаряжению, да, там в том числе вот, да, простите, чтобы не листать это, чтобы не листать презентацию, проще открыть учебный план, да, да, там в том числе написано, сколько газа надо брать, например. Ну, понимаете, как бы, пишут, а люди подсказывают и говорят, да, 80 оборудовывают. И еще помогло то, что градусы склона подсчитать, вот я вот это посмотрел, да, 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 вот, и тут, конечно, помогло, помогло здорово, да, понять, какой был уклон там, чтобы с вами получил пойти, а там было, конечно, да, в общем, ну, да, мало ли, если вы решите, что вам нужна какая-то информация уже вот прям сейчас, ну, если это одна лекция, ну, напишите мне, я вам пришлю одну лекцию, если вы хотите кучу, ну, условия выше озвучены, да, пожалуйста, это все возможно. Нет, там, что полезно. Да, 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 спасибо большое. Да, ранее спрашивали, а можно ли просто пойти с вами в поход? Вот, или, а можно я пойду в ваш учебно-тренировочный поход и позову с собой друга? Ну, в раб к школе нельзя. Как странно. Не слушать лекции, может, и можно, только ничего не будешь знать. это будет очень неудобно и для вас, и для руководителя похода. Ну, на самом деле, мы на этих лекциях преподносим то, как мы проводим поход у нас. Хотите в поход с другой школы, идите послушайте их лекции, они там расскажут, как проходит поход у них. Это будет гораздо более конструктивно, если вы хотите в поход с ними. Ну, логично, да, хотите в поход с нами, полезно послушать наши лекции, вы будете понимать, как проходит поход у нас. Вот, дело, конечно, не только в этом, дело в основном в том, что нам надо быть на тренировках. Кто хочет позвать с собой друга знакомого в поход в рамках школы, пожалуйста, этот друг знакомый пусть тоже станет слушателем школы и приходит на наши тренировки. Вот это вот железно совершенно. Иначе никаких других возможностей нет. Я не провожу мероприятие под названием «Пойдемте с нами в поход». Я провожу мероприятие под названием «Давайте вы пройдете школу туристской подготовки». А уже в рамках нее как бы как основная часть это поход. Вот так вот. Ну и, наверное, понятно, что просто пойти в поход, что это все-таки совершенно другое. Другой настрой, другие цели у людей. Ну или наоборот, а можно только послушать, а в поход не ходить? Ну, опять же, наверное, вы уже поняли, что это вариант не лучший. Ну, теоретически, если приходит человек с большим опытом, к которому действительно хочется просто послушать лекции и систематизировать знания, и он считает, что вот, ну, в его варианте послушать лекции, ему это тоже будет ценно. Ну или человек из другого региона, например, не может быть на наших тренировках и пойти с нами в поход. Ну, пожалуйста, как бы на личные договоренности я такие возможности тоже даю. Но в общем случае, а здрасте, а я только послушаю онлайн и все, вы меня в поход возьмете. В общем случае такого нет. Ну или просто вот для человека с нулевым опытом думать, что сейчас я послушаю ваши лекции онлайн и приобрету какие-то знания, ничего подобного. Соответственно, я и не собираюсь приглашать людей без опыта на такой вариант. Приходите по-нормальному. Так, чтобы были, как минимум, чтобы были лекции и тренировки. Тогда есть шансы, что эти знания у вас в голове останутся. Если просто послушать, наверное, вы прекрасно понимаете, что через какое-то время это все выветрится. Если это не будет подкрепляться опытом. Спрашивали, что на тренировках бывает. Ну, можете посмотреть фотографии, фотоальбомы в группе. В общем, ну да, там много чего бывает. На самом деле, решать орг-вопросы и организовывать группу, как ни странно, это главное, чтобы быть на тренировке. Может, там самое сложное, не по склону пройти и не пройти маршрутом, а поориентироваться. Самое сложное, это собрать группу вместе и прийти туда, куда надо в нужное время. Бывает, что и так. Ориентирование есть, движение по склону есть, движение по маршруту в Подмосковье есть, организация бивака есть, тренировки по первой помощи есть. Это все есть. Ну, основная суть, там есть, образование команды, которая пойдет в поход. То есть, это кусочек нашего будущего похода. Ну, соответственно, мы готовиться к тренировкам будем именно как будущий поход. Почему-то некоторые думают, что на два дня достаточно маленького рюкзака. Какой рюкзак нужен в поход? 120 литров. Ну, хорошо, а на два дня? А может, 60 литров достаточно? Ничего подобного. Ну, у нас, по крайней мере, в рамках школы эта тренировка, это как бы два дня вырваны из будущего похода. Если вы в поход пойдете вот с этим рюкзаком, объемом, ну, не 120, допустим, 100 литров, значит, и на тренировку идите, пожалуйста, с этим рюкзаком и примеривайтесь, насколько он вам подходит. Ну, вот такие принципы, да? Или, наверное, в том году у меня за два дня до похода молодой человек спросил, а чего вы мне посоветуете, если у меня до сих пор нет ботинок для похода? Слушай, ну, что я тебе посоветую? Иди, покупай. Ботинки для похода должны появиться до тренировки, которая будет на два дня перед этим походом. Тренировка на два дня будет не накануне по походу, а где-то за месяц, целую неделю на три. Ну, недели за три хотя бы походу. К этому моменту ботинки, в которых собрались поход, уже надо раздобыть. Ну, я все эти вещи еще буду объяснять. Ну, вот такие вот дела. Про физподготовку спрашивали. Ну, вот на самом деле здесь надо начать ходить на тренировки, наши туристские, и понять, насколько это вам посетит или нет. Ну, в принципе, офисный человек, который занимается хоть какой-то физподготовкой, в принципе, как правило, справляется. Но на самом деле, вот здесь лишним не будет. То есть, если вы посвятите то или иное время своей физической подготовке, то на лишнем это точно не будет, ни перед каким походом. Ну, да, давайте подробнее, наверное, тоже на занятиях. Есть ветки ВКонтакте, где можно задавать вопросы. Там прям ветка выделена для вопросов. Ну, какие-то вопросы там уже есть, отвечены. Можете еще написать? Большое спасибо, с удовольствием ответить на ваши следующие вопросы. Вот так вот. Так, ну что, если еще что-то появилось, давайте еще что-то отвечу или говорим вам большое спасибо. Вот это планы на вебинар, которые я обещала организовать следующие. В конце предыдущего вебинара про то, как организовать интересный поход для участников, ну, там очень много было возможной информации, не очень структурно преподнесено, может быть, в общем, в конце мы пришли к выводу, что надо бы как-то отдельно сделать вебинар, посвященный тому, как бороться со сложностями. Люди назвали, что они считают особенно сложным в подготовке организации похода. Я решил, давайте проведем вебинар на эту тему, а как вот, а как решить эти проблемы. Вот ориентировочно 31 октября я хочу это все провести. Предварительно вас приглашаю. Ну, естественно, да, да, отличная тема, как собрать команду. Бесконечно можно поседовать, наверное. Ну, вот и попробуем в рамках мозгового штурма. Вот такие дела. А в этом году куда ходили в поход в рамках школы? В Осетию и все. И летом были спортивные походы, значит, а Леонид Мартыросян ходил в Лаганаке. Ну, к сожалению, мало участников было, тебя, тем не менее, оформили тоже как поход в рамках школы. В обоих случаях на Кавказ. В мае это была Осетия, но в мае не пойдешь ни в Аркьюз, ни в Прейлбруся, ни во что более, если ты более крутой. Осетия и то на грани, потому что, видите, там часть маршрута покрыта снегом. Ну, летом возможности больше, они выбрали Лаганаки как знакомые руководителя Леониду Мартыросян. Ну, летом будем это подстраиваться тоже под возможности руководителя и участников. Ну, я говорю, да это, есть видеогруппы, есть рассказы, видеогруппы Пешеходник, есть рассказы о походах в том числе. Как бы, к вашим услугам это все. Ну, таки дела. Да, ладно, спасибо, коллеги. Да, ну, тогда я не буду вас задерживать. Спасибо за ваше участие, за ваше внимание. Вот, ну-ка, в общем, надеемся еще дальше встретимся и пока на онлайн мероприятиях и дальше уже более плотное общение нас с вами ждет. Спасибо.